рассмотрим общие построения и общие свойства операционной системы unix будем ориентироваться именно на эту операционную систему но во первых потому что она открыта а во вторых потому что она достаточно сильно распространена если она у вас на десктопах не так сильно распространена как хотелось бы то в серверных приложениях она очень широко используется и так структура этой системы похоже на структуру остальных операционных систем современные операционные системы чаще всего строятся по принципам фон Ноймана это так называемая фон Неймовская архитектура она заключается в том что у нас осуществляется программное управление память однородная то есть памяти находится и код и данные и используется адресность памяти то есть мы отдых память каждый элемент имеет адрес и мы по этому адресу можем обращаться эта архитектура не единственная совсем есть например архитектура кембриджская гарвардская архитектура в гарвардской архитектуре у нас то же самое что и фон Неймовской только память неоднородная там выделена отдельная память под слова данных и отдельная память под программы с одной стороны это усложняет систему а с другой стороны ликвидирует очень многие скажем проблемы безопасности как бы с одной стороны усложняет с другой упрощает гарвард находится в городе кембридж значит как у нас состоит структура нашего компьютера вообще в середине идет системная шина это как бы связующие звено это шина у нас может быть как в виде одной трассы которые управляются а так и современные архитектуры эту шину строят в виде коммутатора то есть соединение типа точка-точка и управляют уже взаимодействием вот эти вот точка-точка каждой устройства а так обычно у нас центральный процессор управляет системной шиной к ней уже подключается основная память но и устройство ввода вывода устройство вывода тоже могут быть интеллектуальные так называемые контроллеры ввода вывода которые имеют внутри себя под процессор тогда центральный процессор передает им какую-то задачу они сами и выполняют центральный процессор выполняет следующие задачи он извлекает программу из памяти декодирует программу и собственно исполняет машинные команды все собственно очень просто поскольку у нас современные операционные системы многозадачные то время процессор разбивается на кванты и он каждый квант времени выполняет какую-то конкретную задачу задачи могут переключаться кванты времени задаются тактовым генератором это так называемые синхронные процессоры синхронные процессоры требуют обязательно наличие тактового генератора ну кроме синхронных еще асинхронные процессоры которые на синхронизуются не по тактовому генератору а скажем по передаваемым данным и командам но это направление с одной стороны интересно поскольку ликвидирует необходимость компактного устройства компьютера с другой стороны асинхронные компьютеры показали свою низкую производительность и ушли как-то на периферию исследований при этом следует сказать что в разные кванты времени у нас используются разные блоки процессора то есть не все блоки одновременно задействованы и для того чтобы более равномерно использовать блоки используется так называемая супер скалярная архитектура супер скалярная архитектура так распараллеливает или сдвигает задачи чтобы разные блоки процессора использовались наиболее оптимальным образом память это очень важный ресурс компьютера и естественно можно разделить ее на несколько параметров ну в данном случае объем быстродействие стоимость ну это как в анекдоте что можно выбрать только два параметра из трех действительно если мы выбираем быстродействие то у нас возрастает стоимость и понижается объем если нам нужно быстрое и объемное то это получается очень дорого память таким образом образует некую рода иерархию вот в данном случае это иерархия оперативной памяти как бы центральная для рассмотрения можно взять основную память процессор внутри себя имеет регистры в которых собственно все операции выполняются они должны быть самой быстрой памятью и промежуточная память это кэш в которую из основной памяти загружаются данные и команды которые считаются что будут наиболее полезны в будущем и внешняя память это как бы все остальное при этом под такую же иерархию подходит не только оперативная память но и другие запоминающие устройства например внешняя память это жесткие диски это у нас всякие магнитооптика и оптические диски это у нас твердотельная память это у нас скажем ленточные накопители все это можно построить в иерархию которая будет отличаться и ценой и быстродействием и объемом и так управление вводом-выводом как я уже сказал может идти напрямую от процессора или от контроллера контроллер это маленький специализированный процессор который находится фактически в устройстве ввода-вывода и работает точно также по большому счету но это у нас а могут быть работа программе с программируем ввода-выводом когда процессор следит за устройством и осуществляет ввод-вывод могут быть работы по прерыванию удобно тем что процессор реагирует исключительно на запросы от устройства ввода-вывода то есть не постоянно за ним следит а запросы какие-то получают но и самый оптимальный это прямой доступ памяти в этом случае у нас память выглядит просто как не вот внешнее устройство выглядит просто фрагмент памяти мы адресуем эту память и таким образом попадаем внутрь устройства как бы устройство мопируется на область памяти что такое вообще операционная система тут можно рассматривать с нескольких аспектов но по большей части это как бы прокладка между аппаратурой компьютера и между приложениями программами пользователей библиотеки не тут следует заметить что каждая операционная система несет собой вот этот набор приложений и программ системных приложений и они все вместе подвержены какой-то одной ну скажем так идеологии и образуют все вместе операционную среду ну что у нас по большому счету с одной стороны у нас операционная система это просто виртуальная машина для наших программ нам не нужна операционная система нам нужны выполнение наших программ если наша программа будет работать на разных операционных системах прозрачно для нас то какая операционная система нам по большему счету не важно особенно это видно по системам которые не имеют развитого операционного окружения например системы в телефонах где у нас для пользователя операционное окружение фактически недоступно носить прикладные программы и дальше идет сразу операционная система поэтому вы в принципе можете работать с андроидом перейти на скажем на селфиш или на ios если у вас будет одна и та же программа то вам большой разницы нету ну и с другой стороны операционная система это менеджер ресурсов фактически она управляет аппаратным обеспечением которые у вас присутствуют и управляет ресурсами этого аппаратного обеспечения ну вот смотрите если мы рассматриваем ее как виртуальную машину то есть нам нужно чтобы она выполняла наши какие-то программы и она нам не нужна по большому счету то вот у нас прикладные программы системной библиотеки нужны программисту пользователю нужны только прикладные программы а сама операционная система как-то нам уже не очень важно она только средства системной библиотеки действительно очень важны они от них зависят работа прикладных программ ну вот как пример можно вспомнить скандал между гуглом и huawei когда huawei начали запрещать использование гугловский гугловского пакета программ дело в том что там не просто программы а еще и набор библиотек системных некие соглашения протоколы и так далее таким образом мы получаем следующий ситуацию мы можем какие-то программа собственно есть но она не будет работать поскольку нет нужных библиотек то есть ставь и не ставь она работать не будет вот а сама операционная система как виртуальная машина одна и та же ресурсы в компьютере достаточно разнообразная ну вот некоторые перечислим это процессорное время естественно то есть сколько мы отдаем на работу того или другого основная память внешние устройства естественно поскольку у нас синхронное выполнение это некоторые таймеры ну и разные другие процедуры тут мог быть разные виды этих процедур и ресурсы мы распределяем между элементами обрабатывающими выполняющими код обычно эти элементы называются процессами собственно каждый процесс получает какой-то определенный ресурс и как результат мы получаем два основных критерия это пропускная способность сколько задач мы выполнили или и время реакции или латентность то есть задержка отклика системы эти критерии эффективности в чем-то противоречит друг другу и для разных операционных систем выдвигаются разные основные критерии то есть для одних достаточно пропускной способности ну скажем это вычислительные кластеры они должны быстро что-то решать а скажем для работы систем реального времени нужно время реакции системы или для пользовательской интерфейса нужно не столько скорость работы сколько время реакции на действия пользователя пусть даже быстро работает система но если она реагирует запозданием на движение курсора или нажатие мышки то пользователя будет казаться что она крайне медленная современные операционные системы многозадачные многопользовательские но собственно юникс это одна из первых таких систем была юникс возникла во время создания системы миникс одной такой мейнстримовой многозадачной многопользовательской системы которая в полумертвом состоянии и сейчас находится и сейчас живая но не сыграла большой роли собственно мы должны управлять всякими ресурсами то есть процессами памятью файлами ну и поскольку в юниксе внешние устройства тоже файлы то и внешними устройствами мы должны организовать защиту данных помочь при администрировании системы предоставить для программ интерфейс прикладного программирования и пользовательски интерфейс для взаимодействия пользователя с программой пользовательский интерфейс не обязательно может быть и графическим он может быть и текстовым но вот это тоже пользовательский интерфейс но фактически у нас из ядра состоит операционная система и дополнительных компонент но многие считают что собственно операционная система это ядро все остальные компоненты это операционное окружение но тоже можно так считать ну вот например у нас есть macos на данный момент macos состоит из ядра микроядра mac и окружение взятого по большей части среди ну и вот она создает такую операционную систему ну самое простое это монолитная операционная система и очень эффективная вещь тут у нас все все ядро компонуется как одна программа соответственно если мы должны вызывать разные части ядра то мы вызываем просто в рамках одной программы естественно все работает с прилегированным режиме в компьютерах есть в процессорах несколько режимов так называемые кольца защиты скажем в нулевое и третье нулевое это привилегированный режим третье это пользовательский режим поскольку процедура у нас в одной программе находится у нас быстрые переходы с этой процедуры на другую и привилегии нам переключать нет смысла все работает в одном привилегированном режиме соответственно из пользовательского режима мы обращаемся к ядру через системные вызовы то есть это некий внешний интерфейс ядра которого можно обращаться ну вот такая вот структура ядра у нас большая толстая линия разграничивает ядро и системные библиотеки пространство пользователя внизу аппаратное обеспечение и внизу и далее вот увидите некоторые функции ядра это планировщик это менеджер памяти это обработчик прерываний управление доступом и для лучшей конфигурируемости ядра используются модули это модули это подгружаемые части ядра они подгружаются в определенное адресное пространство но фактически это то же самые кусочки данной единой программы как альтернативное больше более интересное развитие предполагалось как микроядро но например linux это стандартное монолитное ядро с модулями а причастенником linux то есть на основе чего он разработан это миникс миникс это микроядерная архитектура и была большая дискуссия между автором миникса таненбаум и автором linux линусом торвальдсоном по поводу архитектуры микроядро разделяется так что в принципе что она делает она взаимодействует с железом и выполняет только вот эту минимальную функцию управление аппаратурой и взаимодействие с разными серверами которые работают уже в пользовательском режиме а само ядро работает при легированном режиме эти сервера взаимодействуют через отправку сообщений и фактически ядро берет на себя функцию диспетчера сообщений ну вот примерно вот такая структура микроядро которая просто взаимодействует с другими процессами использовать процессами и специальными процессами и серверами чем это удобно ну например добавка новой файловой системы это просто создание нового файлового сервера с которым взаимодействует микроядро они добавление кода в саму ядро более живучая система получается какой-то процесс умер какой-то сервер умер моего перезапустили и все дальше работаем значит всем хорошо всем хорошо но очень большие накладные расходы очень работает не быстро так что на данный момент по большей части все таки остается или специализированного применения или применения или исследовательские операционные системы ну как дальнейший шаг это наноядро где ядра как такового нету у нас рой серверов которые взаимодействуют как друг с другом так и с аппаратурой история unix история unix достаточно проста собственно ситуация была такая что в и тенте участвовали в разработке системы многопользовательской много процессорной многозадачной многопользовательской системы мультикс и и тенте попала под антимонопольное законодательство ее разбили на несколько был лапс и в том числе запретили производить и продавать программные продукты значит разработка мультикс замедлилась системы кстати существует до сих пор и группа которая занималась мультикс осталась ни с чем и они решили сделать такую игрушечную операционную систему на специально написанном для нее языке и назвали unix попросили для работы pdp11 pdp11 это mini vm mini это значит что ее размер меньше чем одна комната маленькая машинка она как раз без дела стояла и им дали для игр эту машину в принципе основные направления ну для чего собственно разрабатывалась эта система в качестве приложений рассматривалась это работа с документами работа с текстом то есть офисная работа ну и дополнительно поддержка игр то есть для игр тоже до шестой версии она полностью внутри тенте развивалась шестая версия пошла была дана университету беркли и появилась ветка без ди седьмая версия дала начало ветки систем файв которая стала собственно основой коммерческих униксов без ди впервые получила в свое время стек тси пи 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 расширилась достаточно сильно и кроме того что была база одна и та же кодовая юник сдал идеологию идеологии юникс и к этим операционным системам подключили скажем миникс который сделан был совершенно на другой кодовой базе но использовала диалоги юникс линюкс например тоже использовала диалоги юникс систем файв и без дислились в релизе систем файв 4 объединили объединились их утилиты да и вы сейчас работая скажем в линюксе используете как утилиты бсд так и утилиты систем файв и системные вызовы скажем сокета системные вызовы бсд разделяемая память например это семафоры системные вызовы систем файв то есть в принципе они объединились и на данный момент юникс занимает большую часть операционных систем для серверов и для workstation of для больших профессиональных рабочих станций ну следует сказать что например параллельно развивались конечно и другие операционные системы например операционные системы например операционная система компании DEC VMS от которой пошло Windows NT ну Windows NT он как наследник ОСПОПОЛАМ был айбемовский но разработчиком ядра Windows NT был разработчик VMS и таким образом вот как бы влияние VMS и было ну большинство операционных систем которые вы видите которые используются это предки в какой-то мире линюкса юникса как же мы можем классифицировать операционные системы тут трудно построить бинарную классификацию а вот если мы строим такую фасетную классификацию по разным признакам то можем получить вполне адекватный результат ну например это система реального времени это технические системы для них главное это регламентированное время отклика и одновременная обработка многих событий то есть тут именно не в реальном времени закладывается не быстрота отклика а детерминированность отклика то есть мы знаем что он точно будет не более чем за определенное время и в зависимости от того насколько жесткие требования прилагаются к системах реального времени у нас есть системы жесткие с жесткого реального времени и мягкого реального времени но жесткого реального времени понятно в каких технических объектах например на атомной станции а мягкого реального времени ну например в банкоматах стоят встраиваемые системы это системы которые на слабых компьютерах на контроллерах ставятся 8-битные скажем 16-битные тут может быть совершенно нестандартное аппаратное обеспечение то есть совершенно мало распространенный процессор ресурсов очень мало то есть экономные ресурсы должны использовать ну и поскольку эти системы используются в автоматизации промышленности естественно накладываются некие ограничения на время отклика для суперкомпьютеров свои операционные системы тут важно производительность поддержка разных процессорных архитектур с конца 90-х годов специализированные суперкомпьютеры практически вытеснялись и вытеснены сейчас упрощенными кластерными архитектурами которые делаются из стандартных грубо говоря блоков ну и на данных компьютерах основное место занял linux вытеснил все остальные операционные системы все остальные как бы на обочине маргинальные стали системы для серверов ну тут важна стабильность безопасность производительность а интерфейс ну нельзя сказать чтоб интерфейс не важен тут интерфейс пользователя просто специфический он настроен на то чтобы знающий пользователи делал быстро необходимые операции а для этого нужно не мышку нажимать из командной строки скрипты делать потому что все-таки командная строка много более выразительно чем интерфейс вимп windows icon mouse pointer ну и операционные системы для домашних офисных компьютеров наоборот тут важно делать скидку на уровень знаний пользователя обычно он не очень высокий это не их профессия соответственно интерфейс должен быть с низким порогом вхождения вот как раз мышевозюкальный интерфейс он интерфейс с низким с низким порогом вхождения тут самое разнообразное железо то есть нужно поддерживать самое разнообразное даже редкое и непонятное железо ну и соответственно на этих системах работают приложения для офисных компьютеров типа word и так далее для домашних компьютеров игрушки например исследовательские операционные системы это то чем занимаются исследовательские лаборатории в научном плане тут мысль скачет как угодно очень большие большое разнообразие интереснейших операционных систем делается упор именно на исследовательский интерес они на их внедрение не производительность и не на оптимизации и так далее вот тут например это ядромак и всякие варианты на типа херт ну тот же план 9 например inferno которые попытались выйти на рынок но не хватило сил их продавить ну и в конце концов резюме предлагается к лекции дополнительные материалы для изучения желательно их рассмотреть и вопросы для самоконтроля контроля